Давайте представим себе так, что я задумал число, ну, допустим, от 1 до 1000, а вы должны его отгадать. При этом вы можете мне задавать вопросы, на которые я отвечаю, да или нет. Например, вы можете спросить, это число 1? Я скажу нет. Это число 2? Я скажу нет. И так далее, пока вы не отгадаете. Но если действовать так, то нужно, если неудачно я задумал большое число, то вопросов будет много. Вам хочется отгадать его быстрее. Ну, что вы будете делать? Сначала спросим на среднем учреждении. Ну, давайте спросите, чего я не буду. Число 500? Нет. Но оно больше 500. Это второе вопрос. Да, я не ошибаюсь. Значит, первое просто меняется, да? Я думаю, что это больше 500. Нет. Оно больше 250? Да. Так. Оно больше 225. Так, 325. Нет. Ну, вы, наверное, умеете сейчас делить отрезок пополам. Идея состоит в следующем. У нас есть некоторый диапазон от 1 до 1000. Мы хотим задать вопрос, который бы разделил этот диапазон на две половинки. Ну, там, равный или почти равный, если там не течетное число и совсем в форму нельзя. И спрашивает, задать с тобой вопрос, который бы вынудил меня сказать, какой половине это число. И тогда, значит, через делство вопросов этот диапазон сузится, останется единственное число, и вы его отгадаете. Ну, давайте вам прикинем, сколько вам понадобится вопросов. 6. 6? А как вы посчитали, что 6? Это наиболее удачный вариант. Сейчас. Подождите, я не очень понял. Нет. Если говорить, что 6 достаточно, это не значит, что наиболее удачный вариант 6. Так, если очень удачно поместить, можно за 1 догадать. Давайте я скажу, что более формально. Сложность алгоритма – это число действий, которое этот алгоритм предпринимает, в худшем случае, естественно. Мы должны ориентироваться на худший случай, говоря о сложности. То есть алгоритм простой, это значит, что он во всех случаях должен действовать быстро. Например, должен алгоритм отгадывания числа от 1 до 1000, который делят все время пополам. Вот спрашивается, какова его сложность, измеренная в числе вопросов. Какие? Вот говорят 6. Да. 10. Ну, хорошо, давайте, давайте раз 6, давайте, я число за 2, от 1 до 500. Вы делите диапазон на 2 половины, да? Первый вопрос. Я просто повторю, можно ли, от 1 до 500, от 300 от 1 до 1000. Дальше оказалось, что он здесь. Вы делите 1, 250. Значит, это первый вопрос. Он выделил эту половину. А такой вопрос выделил эту половину. Дальше, что вы спрашиваете? Потом пытался уберзить. А, пополам. Значит, да. Ну, давайте даже можем аккуратно, чтобы не мучиться с вычислениями. Значит, посмотрим, сколько вариантов. Если мы делили тысячу на 4 части, ну, на 2 части, а потом еще на 2 части, то, если мы это делали правильно, а я надеюсь, мы это делали правильно, то получится четверть. То есть 250. После двух вопросов осталось 250 числов. После трех вопросов сколько останется? 125. Будет 125. Будет 125. После четырех. Если мы делим на 2 части, по возможности поровну, это будет что? 62 плюс 63, да? 120, 65, да. 2 плюс 3. 62 и 63. Значит, в худшем случае сколько останется? 63. После пяти вопросов останется 32. После шести вопросов останется 16. И в этот момент вы обещали отгадать. Я с кинусом была на диапазону. Так. Ну, хорошо, значит, сколько еще понадобится вопросов? 4. Еще 4 вопроса, да? После 7 будет 8. После 8 будет 4. После 9 будет 2. И после 10 вопросов уже останется один кандидат. То есть, вот говоря научно, мы построили алгоритм сложности 10, который отгадывает это число от 1 000. Хорошо, тогда... Ну вот сначала у нас был алгоритм подряд спрашивать. Он имел сложность 1000, потому что мы в худшем случае должны были спросить про все человека. Теперь мы построили новый алгоритм. Он сложности 10. А может быть, кто-нибудь может придумать еще лучше алгоритм, еще меньше сложности. Вот, например, 6, который вы обещали... Может, она досташе. Что? Может, она досташе. В смысле? Значит, если было бы не 1000, а 100? Да. Вот, что сколько было бы, кстати, действий по вашему алгоритму? После одного действия было бы 50. После одного вопроса 50. После второго вопроса 25. После третьего вопроса... Сколько? 13. После четвертого вопроса 7. После пятого 4. После шестого 2. И после седьмого 1. То есть, на самом деле, не 6, а 7, а плюс с 1. Ну да. Но... Хорошо. Но все-таки новая задача. Может быть, и для этой задачи можно придумать какой-нибудь более простой алгоритм, более эффективный, в смысле, что он меньше действий делает. Что, может быть, кто-нибудь придумал? Значит, мы сейчас играем в такую игру. Я задумываю число. Ну, мысленно играем в такую игру. Я задумываю число, отведите тысячу. А вы его должны отгадывать, вызывая вопросы. Но каждый вопрос, так сказать, отвечает, опять дорогая и ценная, и вы экономите. И вы должны отгадать число задавок можно меньше вопросов. То есть, предложить некоторый способ отгадывания, алгоритм, чтобы у него была минимальная сложность. А сложность алгоритмов, это максимальная число вопросов, которые он может потребоваться. И вот был предложен алгоритм, который называется двоичный поиск или бинарный поиск, научно. Он состоит в том, что кандидатов, ну, всегда один. Задавать такой вопрос, чтобы эти кандидаты разделились на две разные половины. Вот от одного до тысячи нужно сначала сказать, число больше пятисот или нет. Если я скажу нет, то тогда будет вот в этой половине. Если скажу да, то в этой половине не так. Ну, мы начали играть, мы уже не стали подробно ударить, а посчитали только, сколько будет вопросов. После двух вопросов останется 250 чисел, после трех 125 и так далее. После десяти вопросов останется одно число. Мы построили алгоритм сложности 10. И вот теперь вопрос к обчисственности. А может быть кто-нибудь может улучшить этот алгоритм? И придумывать алгоритм сложности 9? Ну, хотя бы. Че, не так скептически? Ну, так кажется, что углубая. В смысле, что... И у вас сложность алгоритм по самому 2. Это спасибо да или спасибо нет. Можно построить побыстрее алгоритм? То есть вообще 10 – это видимо. А может быть, мы тебе объяснить тогда, что ли, почему меньше нельзя? А может быть, мы уже в этом вопрос задаем чётное число или нечётное? Да. Не обязательно совершенно долго делить числа. Вот этот алгоритм совершенно единственный возможный. Например, можно было действительно спросить число чётное или нет. Тогда... Мы, на самом деле, тоже разделили на две группы. А много группы были бы другие. Были бы числа 2, 4, 6, 8, 10 и 1, 3, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ну и что? И потом можно было бы ещё что-нибудь спросить тоже. Какой-нибудь остаток по делению на 4. Как всегда в математике надо достичь цели, либо убедить себя, что это и другим, что это цель недостижима, и поэтому заниматься этим не стоит. Вот высказывала вот гипотеза, что меньше десяти раз, меньше десяти сложности быть не может, что любой другой алгоритм всё равно иногда будет требовать 10 вопросов, или больше. Может ли кто-нибудь сделать либо то-либо другого, либо придумать лучше алгоритм, либо доказать, что этого не бывает? Наверное, меньше никак нельзя вопросов за этим вопросом. Так, во-первых, вы считаете, что это оптимальный алгоритм. Давайте теперь объяснение, почему? Потому что за этим вопросом мы можем получить дреда, или нет, всего два ответа, то есть сократить общее число на два. И поэтому ответами, естественно, появляются два вопроса степени. В смысле, два входит десять абсолютно? Нет. Я не понял. Если шло тысячи, то, например, самая большая клинка степени, естественно, больше его. Это тысяча двадцать четыре, то есть два в цели степени, соответственно, десять, десять. Да, на самом деле, тут иногда у нас получались нечётные числа. Если бы можно было бы даже шестьдесят четыре числа, здесь взять 128, здесь 256, здесь 512. И здесь 1024. То есть, в принципе, ездить по полону можно было бы даже не только из тысячи чисел, а из одного до 1024. Так и почему же нельзя иным способом как-то действовать? Почему нельзя обойтись девятью вопросами? То есть, пока что это я понял ваше объяснение. Вы сказали, что способ наш чуть-чуть можно использовать те же самые действия вопросов, чуть-чуть больше могут дать. Мы можем найти число от одного до 1024, а отгадать. Но вопрос в том не взяли всё-таки за девять вопросов, а отгадать число от одного до 1000. Это как два в степени а и больше равняется n. Нет? Ну да, нет, ну так, у нас десять вопросов. Каждый вопрос делит пополам, поэтому, значит, всего сначала было два в десятке. А, можно? Да. Лучше вопросов невозможно, потому что мы за каждый вопрос уменьшаем, 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 уменьшаем вероятность в два раза. Вероятность чего? Вероятность, что это бывает в этом событии. Неопределённость в два раза уменьшаем. А заменьшили вопрос, мы только учили. Не нужно, не нужно нам, уменьшение не нужно, нам не уменьшение не определено. Честно, а ведь неопределённость это такое философское понятие или какое-то конкретное? Число это или так вообще? Да, это неизвестное дело. Но мы, значит, мы её уменьшаем. У нас вероятность того, что... У нас вероятность того, что... Воследность того, что число лежит от нуля до тысячи, то, что число... То, что число... То, что это число ей нужно, это от тысячи. Тысяча. Два раза, одна... Сейчас, я ничего не понимаю, какое число нужно. Да, и так далее. Уменьшаем до десяти вопросов. Сейчас, кто-нибудь понял это объяснение? Да, я сам. Ну, хорошо. Он хочет сказать, что мы уменьшаем количество возможных чисел в два раза. То есть неопределённость это количество вариантов чисел, которые как бы согласованы... Возможно, значит, что они согласованы с теми ответами, которые у нас были. Да. То есть каждый следующий вопрос делят... Ну, если мы поровну делим. А может быть, я прямо спрошу, а там вот... Мы же, в принципе, не обязаны поровну делить. Это вот в его алгоритме мы делили форму, но, может быть, выгоднее делить не совсем форму. Да. Наверное, если делить не совсем форму, у нас получится два неравных промежутка. Да. Ну, не обязательно промежутка. Мы могли спрашивать, допустим, про чётное или чётное. Ну, в смысле два неравных множества. То есть каждый вопрос, какого бы он ни был, там, чётность, нечётность. Да. На самом деле, делить всех рейтингов на два множества. Вот. В одном случае, когда мы говорим «да», а в другом случае «нет». Вот. И нам может повезти, и тогда мы действительно получим выгрузок. Но если нам не повезёт, мы попадём там, где больше чисел оказалось, ну, когда мы делим не впал на такую множество, то нам придётся дальше делать больше действий. То есть вот доказательство, что за девять нельзя. Давайте посмотрим на первый вопрос. Он делит на две какие-то группы. По крайней мере, в одной из этих групп должно быть пятьсот чисел. Потому что, если мы разделили не пора, он будет, значит, будет даже больше. И, следовательно, в возможном случае, вполне может случиться, что мы дадим ответ соответствующей этой большей группе, и после первого вопроса минимум пятьсот кандидатов. Теперь мы смотрим на второй вопрос, и второй вопрос тоже делит эту группу на две какие-то половины. Да, при втором вопросе и нет при втором вопросе. Соответственно, в одной из этих половин будет больше, чем 250 чисел или больше. Соответственно, мы сможем рассмотреть вот этот неглубоприятный алгоритм, когда ответ соответствует и больше половины. И так до самого последнего момента у нас будет всё время делиться, и может остаться вот ровные самые числа, вполне бы и возможные. То есть после девяти вопросов вполне может остаться ещё два числа кандидата, и, соответственно, мы число не отгадаем. Вот такое рассуждение. Ещё раз, что мы, что к этому моменту, что я считаю, что мы уже поняли? Значит, что вот в игре, когда нужно от часа с одного до тысячи, мы полностью изучили её сложность. Мы построили алгоритм, который отгадывает за десять вопросов, и доказали, что алгоритма, который отгадывает за девять вопросов, гарантированно. Не бывает. Вот такое вот достижение. Давайте я хочу понять, есть ли по этому поводу вопросы, вот понятно ли оба этих утверждения. И как построить, ну это называется верхняя оценка, десять вопросов достаточно, и нижняя оценка, что меньше десяти нельзя. Вот понятно ли это? Кто считает, что оба этих рассуждения поняли? Есть ли кто-нибудь, кто... Ну, какой вопрос может задать, может быть? Что-нибудь непонятно? Потому что это вообще вроде... Если непонятно, значит, я плохо объяснял. Это простая вещь, что-то никакой сложной науки нет. Значит, вопросов нету? Тогда давайте я спрошу более сложный вопрос. Представим себе, что мы с вами переписываемся по почте. И вы можете вызвать десять вопросов на бумажке. Но при этом вы все вопросы должны написать заранее. Вот сейчас вы задавали второй вопрос. А уже знаем мой первый ответ. Теперь так нельзя. Вы должны мне прислать бумажечку. Ну, как, знаете, такие опросные листы, что вот... Не был, не состоял, не привлекался, участвовал, наград не имею. Ну, в общем, вот... Вы можете мне задать десять вопросов. Я вам напишу там да и нет на каждый из самых вопросов. После этого вы должны отдать число. Ну, например, за тысячу вопросов отдавать можно. Надо просто написать. Это один, это два, это три и так далее, это тысяча. И я в одном месте буду вынужден написать да, а во всех остальных нет, а вы все узнаете. То есть тысячу вопросов нет. Но вот ваш алгоритм с десятью вопросами, которые вы предложили, уже теперь не работает. Тут есть стоимость за сто. За сто. Ну, давайте. Стом все-таки лучше, чем тысячи. И что же делать? То же самое, только мы уже сразу выдаем у всех промежуток. Как это все промежутки? Я не пользуюсь. То есть мы потеряли на окна, и мы задаем вопрос на каждый. То есть я сначала задаю вопрос про промежуток от пяти от народа до пяти сот. Вот у нас было. От народа до тысяч. Я это разделю на два промежутка. Дальше, что я делаю? Потом спросим по каждому. После этого, в каждой половине, я заранее записываю вопрос. Тем самым, один из вопросов будет бессмысленным, потому что мы уже знаем, что это не то. Но поскольку мы не знаем, какой именно, то нам понадобится один вопрос, потом понадобится два вопроса. На следующем шаге сколько понадобится вопроса? Четыре. Понадобится четыре вопроса. Соответствующее деление в каждом из этих интервалов пополам. Ну хорошо. А на последнем шаге, ну давайте для удобства считать, что у вас было не тысяча, а тысяча двадцать четыре, чтобы не было этих проблем с целыми. У нас останутся вопросы и частки по два числа, да? Будут такие пары. Один или два, три или четыре, пять или шесть и так далее. И про каждую из них надо заранее заготовить вопрос. Таков ваш план. Получится сколько вопросов? Если тысяча двадцать четыре числа, то пар будет пятьсот двенадцать. То есть общее количество вопросов будет один, плюс два, плюс четыре, плюс восемь, так по степеням двойки, плюс пятьсот двенадцать. Сколько? Чему это равно? Это будет тысяча двадцать три. Один вопрос сэкономил. О, один вопрос мы сэкономили. Ну, если тысяча, то будет... Я сейчас считаю, как бы из-за счета двадцать четыре. Один вопрос мы сэкономили. А нет. А если тысяча, то двадцать три вопроса лишнего. Мы сэкономили журничество. Потому что, в самом деле, мы и раньше могли последний вопрос не задавать. Конечно. Если про один, два, три, девятьсот девяносто девять мы сказали, что нет, то последний вопрос уже не нужен. Так что, реально, большой охотник и нет. А это тысяча двадцать четыре минус один, кстати. А как объяснить, почему это будет тысяча двадцать четыре минус один? Кто-то может просто это объяснить. Последняя старшаяся числа. Это будет последующая семья в коеке минус один. Как это объяснить? Наглядно. Да. Но у нас же минус пятьсот двенадцать пополам, тысяча двадцать четырем пополам. Дальше мы еще пополам, то есть мы всё сложно куда деличьим. Чё т я не понял. Как мы используем её. То есть, тысяча двадцать четыре равно пятьсот двенадцать. Плюс трисот двенадцать. Запишем так. Тогда я это попробую сократить. Здесь оставляется двесдесят шесть. А здесь пятьсот двенадцать это десять пятьдесят шесть плюс двестиillah 23. И так все постепенно зайдет до конца. А другой способ, даже более простой. Давайте прибавим единицу. Сюда. Тогда что получится? Теперь из 2 плюс 2 получится 4. Ну это 10. Да нет, естественно. Если это то же самое объяснение, просто вы проводили индукцию. Последнего места? Сейчас. Хорошо. Это все очень мило, все извлечили, но пока плохие новости, что новый способ отгадывания такой же сложный, как и старый. Нам нужно по всей численности считать два вопроса. А как же нам действовать? Можно задать вопросы про каждую планку? Я не понимаю, зачем мы вообще столько раз привели в нашей группе. Можно обойтись в специально 12 вопросов? Только последние вопросы. Ну а подождите, а как же так? Вот у нас, допустим, в предыдущем индукции, чей-то такой формации. Подождите. Вот у нас были пары. Какие у нас были последние вопросы? Здесь был вопрос. Больше ли единицы, да? Если это число принадлежит к паре 1-2, то отвечайте, что если оно больше единицы, да. А если не принадлежит, то порвите это письмо и не отвечайте на него. Он пытается воспользоваться тем, что когда вы по почте задаете вопрос, бывает не только да-нет, а бывает еще и ваше письмо проигнорировано. Нет, что-то вам не то хотели сказать. Вы предлагали задать вопросы для каждой пары параллельно, да? Да. То есть, первое было больше одного, а здесь был вопрос, там, больше ли трех, да? Так я понимаю. Если разделить 3 и 4, то есть больше ли трех. Чтобы разделить один и два, можно сделать больше единицы. Да. Но при этом, когда вас спрашивают... Он спрашивает, если у нас 2 и 3, то в обоих случаях мы скажем здесь да, а здесь нет. То есть, мы два так не отделим от трех. Отделите. Вам просто не придет ответ. Вы не понимаете, почта – это не то, что задавать вопросы лично. По почте есть еще такая опция, как ответ не пришел. Но подождите, если вообще от меня анкета не заполнена и не придет, то вообще ничего нельзя глядать. Нет. Идея такая. Придет ответ по почте, только вот, когда число 7 загадал, а вы спрашиваете про 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И я вообще ничего не отвечу. Хорошо. Все-таки вот так или иначе, вы предлагаете за сколько вопросов? А, нет, у них тоже 4 и 4 получается. Там 2 раза ответы задавали. Нет, просто это жуидчество. На самом деле считается, что вы обязаны отослать ответы на все вопросы. Потому что иначе это не тот способ. Можно задавать вопросы по принципу, принадлежит ли эти число в промежутках от 1 до 2. Принадлежит ли эти число в промежутках от 1 до 2? Принадлежит ли эти число в промежутках от 1 до 2? Нет, это два разных вопроса. Я должен задать один вопрос в предназначительном от 1 до 2. А 1 от 3 до 4? Да. И тогда будет причем списать. Спискитерами не подходит. Хорошо, значит все-таки сократить так нам не удалось. Вот. Какие еще предложения? Здесь очередно можно написать 513 вопросов. О, 513. Давайте... Да, мы просто спросим про отчетность. Когда мы разбили на такие пармы, используем четное число или нет, и тогда из пармы она значит... А, то есть во все предыдущие моменты вы спрашиваете только так, как здесь. Вот. Вы только меняете последний вопрос, да? Да, последний вопрос будет один. Всего лишь четное число или нет. Да. В последнем вопросе мы спрашиваем, не пытаемся... Слушайте формулевку. Число четное или нечетное? Просто четное. Нет. Отмечайте, да, нет. Тогда мы... А, нет, у меня есть визу. Если число четное, вопрос на такой... Да. Это вполне законный вопрос. Да. Да. А если мы сделаем цепленную алгоритму, то есть те вопросы... Допустим, если число в такой половине, тогда отвечает только на эти вопросы, которые и дальше. А те, как и не считаются. Ну, сейчас... Ну, записано все на эти вопросы. Записано все равно вы столько же вопросов. Если так, отвечаем дальше на те вопросы. И тогда лучше ответить только на 10 вопросов. А, то есть вы говорите, что можно построить такую анкету, которая состодирует всего 10 вопросов. Нет. Там тут много вопросов, но отвечать только на 10. Потому что... Аааа. Следующий вопрос. Ну, это какой-то... Все-таки... А нельзя ли что, может быть, задать 10 вопросов? Совсем сэкономить. Вот видите, мы сэкономили в последний раз очень хорошо. Половину... Все... Из каких-то 512 вопросов заменили на 1. Может быть, можно и раньше как-то это? Да. А, если мы задать вопрос, содержит ли ваше число 3 или 2 цифры? Соответственно, число действительно содержит десятки единиц, условно, если хотят, не дарится. Сейчас. Мы сначала спрашиваем, содержит ли число... Ну, сколько цифр содержит? Ну, сколько цифр мы не можем спросить. Мы сможем... Есть ли там, по крайней мере, 2 цифры, там, по крайней мере, 3 цифры? Ну, хорошо. Но ведь дальше-то мы должны задавать разные вопросы в зависимости от ответа на это? Ну, да. Ну, ты как? А разные... Нет. С разными вопросами у нас и так хорошо. Если нам... Это называется адаптивный алгоритм, а не адаптивный научный. Что если мы имеем право действовать, уже сная предыдущие ответы, то у нас с самого начала было прекрасно. Проблема в том, как задать вопросы заранее. На самом деле, у нас очень правильная идея, только надо сказать немножко иначе. Давайте от запроса можно сказать так. Надо написать. Сначала описать этот самый наш адаптивный алгоритм. Как вы отгадываете? Объяснить, какие вопросы задаются, просто полностью описать. Но это все не такая преампель. А дальше первый вопрос. Что-то, если бы вам задавали вопрос таким способом, что бы вы ответили на первый вопрос? Тем самым мы можем заранее все вопросы таким образом... Отчасти же уличество, но видно, что так кажется. На самом деле, любой алгоритм можно преобразовать в список вопросов. Просто надо заранее писать алгоритм и сказать, что бы спросить, ответили на первый вопрос да, на второй вопрос да. А кто знает про двоичную систему числений? А, все знают. В двоичной системе числа записываются цифрами. 0 и 1. Соответственно, число 1, например, записывается как 1. Число 2 записывается как 1, 0. Число 3 как 1, 1. 4 как 1, 0, 0. Но это так, когда всегда не сеять школьники. У нас имеются гирьки в 1 грамм, в 2 грамма, в 4 грамма, по одной штуке каждой гирьки. И такими гирьками можно добавлять любой вес. Надо просто... Ну вот, написано как. 5. Ну, кстати, в 1000. Число 1000. Сколько там будет цифр? В двоичной системе, если мы записываем число 1000, сколько будет цифр? 10. 10. А какое число первое будет с 11 цифрами? Это что будет за число, когда будет 11? 10. Это будет 1 и 10 нулей, да? Это вот уже будет с 11 цифрами. И что это за число? 10. Это 1024. Ну отсюда видно, что у 1000 будет 10 цифр. Ну скажем, 1023 как записывается? Все единицы, 10 единиц. Записывается все единицы. Кстати, мы вот здесь как-то видели, что 1023 это 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8. То есть все гильки надо по одному разу взять, чтобы получилось как раз 1020. Хорошо? Значит, 1000 будет 10 цифр. Какая, кстати, последняя будет цифра у 1000? В двоичной системе. 10. Нужна ли там гилька в 1 грамм? Не нужна. Не нужна. Почему? Потому что число четное. Здесь, если он ее такой видит, то она очень нечетная. Так что она делится на 4 и на 8. Даже делится. Это что значит с точки зрения цифр? То, что она делится на 8. Это в конце будет. Дрех последних нолей, это значит, что она делится на 4, а еще она делится на 8. Да. Ну, а на 16 на неделе звать тут будет единица. Ну, что-то такое будет. Хорошо. Но теперь я, может быть, после всех этих разговоров, которые казалось бы сторонним, может быть, вы догадаетесь, как легко отгадать число, какие нам задать 10 вопросов? Про число, которое я задумал от 1 до 1000. Сколько единица? Ну, как-то очень сложно это, да. Как надо сделать? В одинчатом коде является... В двоичном коде загаданного числа является ли первая цифра единица? Да. Вопрос такой там, запишите ваше число в двоичной системе числения. Будет ли первая цифра единица? Да. Будет ли вторая цифра единица? Будет ли третья цифра единица? И так далее. Так задействуйте вопрос, что у нас вся цифра. Надо сказать так же, запишите число 10 двоичными цифрами. имея ввиду, что это число записано тогда как 0,0,0,1, дополним нулями до 10 всегда. Будет ли первая цифра единицы, будет ли вторая цифра единицы, и так далее. Но, кстати, на самом деле, вот предлагалось два алгоритма. И вот наше последнее упрощение, когда мы спрашивали четкое число на последнем вопросе, можно видеть, что здесь мы делаем то же самое на последнем шаге. Мы спрашиваем, последние цифры единицы или ноль. То есть реально мы спрашиваем на последнем шаге, четное число или нечетное. Хорошо? Вроде мы выяснили, что 10 вопросов достаточно, даже если их сразу закрывать, а 9 недостаточно, даже если их сдавать по очереди. Полностью вроде бы ответили на вопрос, сколько нужно вопрос. Представим себе, что вы задаете мне вопросы, а я имею право один раз обмануть. Я могу на один вопрос по своему выбору ответить неверно. Ну, естественно, не говоря вам на какой. А могу на все ответить верно? Я один раз имею право солгать, а вам все равно надо дать число. Вы говорите, что можно это сделать, а сколько тогда нужно вопросов? Два раза больше. Когда 20. 20. 20! И вы спрашиваете, в какой из раз или в второй раз? Нет, нет, не это не. А в какой из раз нельзя спрашивать? В какой из раз нельзя спрашивать, потому что... В какой из раз нельзя спрашивать, потому что... Когда второй подачи у меня отвечает. Да. А может сейчас 20. Сейчас. Еще раз. Давайте в порядке. Вы предлагаете сколько вопросов? Двадцать. Какие вопросы? Мы все те же сомнены и два раза придумываем. То есть про каждую цифру я спрашиваю два раза. Но тут есть проблема. Представляете, что один раз я сказал «да», а другой раз «нет». И чего? Что вы делаете с этой цифрой? Ну, первые десять вопросов те же, а вторые десять. Это мы спрашиваем. В первый раз вы солгали, во второй раз вы солгали, и вы отвечаете. Дальние. Получается, во вторых десяти вопросах только один ответил первый. Часто. То есть вы задаете двадцать вопросов. Первые вопросы – про десять цифр. А вторые вопросы… Есть такое высказывание, был такой философ Винкенштейн. И философ Винкенштейн написал совершенно загадочную книгу, которой ничего нельзя понять. Но начинается книга с такого эпиграфа. Или, может быть, не эпиграфа, но в одной из самых первых глав книги написано такое торжественное заявление. Что всё, что может быть сказано, может быть сказано ясно. А о чём нельзя говорить, о том следует молчать. И после этого написано целую книгу какой-то ахинеи. Тем не менее, несмотря на этот суть. Ну хорошо, значит, чего… Значит, двадцать вопросов вы спрашиваете… Сначала вы мне задаёте про все цифры, а потом про каждый… Я спрашиваю, на первый вопрос вы ответили верно, на второй вопрос вы ответили верно… Да, верно ли я… Собрал ли я на первый вопрос, на второй вопрос… Теперь… Достаточно этого или нет? Нет, нет, нет. А вы не знаете, что вы задаёте этот книг? Да. Допустим, я на первый раз говорю вам, на первый раз «да». А потом на одиннадцатый вопрос вы спрашиваете, а первый раз вы соврали или нет? Я говорю, соврал. А вы, ну вы же не знаете, когда я соврал? Ну так вы можете соврать только один раз. Правильно. Но когда я соврал? Когда я вам давал ответ неверный? Первый вопрос. Или может быть я дал верный ответ? А сейчас, чтобы вас запутать, дал неверный. Ну тогда это будет единственный раз, когда… А, ну да. Опишёте вопросов. То есть 20 вопросов всё-таки… Тогда двадцать один. Значит, двадцать первый вопрос – это врали ли вы во вторых десяти вопросах? Вот так. Врал ли я во вторых десяти вопросах? За двадцать один получается, да. Значит, врал ли я во вторых десяти вопросах? Значит, если… Да. А если я на все вопросы… Если я говорил, что я до сих пор говорил, что я не врал, то тогда даже этот вопрос и не нужен. Потому что я фактически два раза подтвердил про каждую цифру. Я сначала сказал вам что-то, потом сказал, что это правда. То есть собрать я уже не… В это можно верить. Потому что оба раза я собрать не мог. А если действительно я один раз сказал, что я собрал, то остаётся один непонятный вопрос, одна непонятность, ситуация непонятная, когда я брал первую половину или вторую половину. Я сказал, что я врал, то значит я либо сейчас, либо так дал. То есть последний вопрос уже будет правильный, и вы за двадцать один вопрос отгадаете. Да. Двадцать один можно просто продублировать каждый вопрос. Да. Если вопрос сказать да или нет, то просто опять задать, если да, а если нет, то нет. Да. Можно опять задать, повторить третий раз тот вопрос, который вызывается. Значит, вот с двадцать один… Сначала правильно вы или нет? В самом начале? То есть я ещё ничего не сказал, а вы меня уже спрашиваете правильные элементы? Нет. Интересное дело. Как это может быть, буду ли я брать? Нет. Вы ещё меня спросите вот за тобой, брёте ли вы сейчас? Если я отвечу да, то значит я скажу правду. Если я отвечу нет, то я отцану. И выяснится, что я вынужден просто… Нельзя задавать вопросы про то, чего ещё не было. Потому что вопрос становится как бы зависящим от самого себя. Да. А разве, Николай Васильевич, вот здесь мы собрались постепенно у вас. Разве кто-то так, что это сама твоя коллегия? Ведь вызывая не тот промежуток, и получается ни одно из следователей не будет подходить. А вы, если вы можете сказать правду, получается нет или нет? А, нет. То есть вы имеете в виду, мы спрашиваем не про биты, а про промежутки. А про промежутки. Но понимаете, с промежутками что же было? Как мы делили следующий промежуток? Мы задавали его середину. Больше ли, чем вот это число? Ну, допустим, я первый раз собрал, на самом деле число здесь, а я сказал, что уже здесь. Тогда вы спросите, больше ли оно, чем это. Я во-прежнем скажу «да», допустим, уже правду, и вы не сможете увидеть никакого сигнала об ошибке у вас не будет. Я же во-прежнем, это чистая правда, но больше этой границы. Нет, я же не то, что как учат в начале школе, что я на ее разверну первый, что да, это число находится в интервале от такого до такого. Я просто говорю «да» или «нет». Я скажу «да», совершенно честный вратник узел. А можно же спрашивать не про то, больше или меньше, а про интервалы, то есть лежит ли оно в интервале таком? Ну хорошо, можно спросить. Я скажу, что не лежит. Тогда вы будете думать, что оно здесь. А я-то на самом деле собрал в первый раз, и вы об этом не узнаете. Хотя я не сказал, не лежит ли, что это здесь. Была идея, что это может быть средство дополнительного контроля. Но видно, что и контроля не происходит. Да. Можно задаваться вопросом. Про интервалы надо просто меньше или больше. Если вы сорвали в этом случае, то хочется, что числа одновременно не будет. Сейчас я не понял, как это про интервал спрашивают меньше или больше. Вот на первом шаге что есть? Что вы спрашиваете? Меньше или меньше, чем 512? Меньше 512. Строго меньше. Да. Ну, допустим, я отвечаю «нет». И что вы делаете? Вы решаете, что оно равно 512 или что я вру? Тут дело тонкое. Значит, давайте я вам скажу по секрету, что 21 вопрос, который пока достигнут, не оптимальный 16. А как надо за 16? А как надо за 16? Ну, как-то это словами я сейчас походил, не оптимальный вопрос. Ну, чую, чую. Нет, не оптимальный вопрос. Ну, может быть, скажете так, враженное пророчество, что как вообще, вот, пример, почему это так там, что надо, в принципе, делать там. Лучше сами осознайте. 12. И как же это? Ну, значит, интервал. Даже, когда я спрашиваю, например, это от 1 до 12? Да. То есть, да. На самом деле мы собрали. Да. Я просто спрашиваю, это от 1 до 258? Вы говорите «нет». Да. У нас стоит 258 до 258, вы говорите «нет». Я понимаю, что мы собрали. И все, дальше будет 2. Ну, хорошо, но… А если он сказал? А это самое последнее? Нет. Ну, так вы каждый раз… Подождите. То есть, вы каждый раз, когда интервал разбивается на две части, вы у меня спрашиваете про две половинки. Так что же, значит, каждый вопрос повторяете? Не 12 вопросов. Он надеется, что вы собрете более-менее сразу. Если я такой решу собрать его в начале, то, наверное, вы меня быстро поймаете. А если я буду честным почти до конца, иногда бывает, то тогда вы будете меня перепроверять, перепроверять… Ну, правильно, но вы же будете про каждый раз перепроверять два раза. На каждого предыдущих шагов вы будете дважды спрашивать. Соответственно, вы фактически задаете по два вопроса. Может быть, так можно сделать двадцать десяти одного. Ааа… 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 Но так… Это тоже еще не… Вроде бы придуман… Придуман… Придуман способ за шестнадцать раз… Узнать. Может быть, кто-нибудь придумал что-нибудь еще даже лучше, тогда мы можем сразу что-то это лучше. Да. 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 Это сколько? Я не знаю сколько, я еще не считал, но я знаю, что это меньше порядка двенадцать. Меньше двенадцать. Супер. Что же надо делать тогда? Смотрим пятьсот двенадцать. Говорим пятьсот двенадцать. Меньше ли это… Ну, у нас от 1 до 1000? Ну, или это 1000? Да, давай 1000. 1000, давай 1000. 1000 просто. Да, ну пусть будет 1024, это я сейчас сложнее. Да. А где это 1024? Меньше ли оно… 912? То есть разбиваем на два интервала, спрашиваю, попало ли оно в левый. И что? Ну, допустим, я говорю нет. Что вы дальше делаете? Значит, куда оно? Значит оно попало в левый. Значит, вы сказали это, либо правда и положено. Ну, дальше я говорю, меньше ли оно 64. То есть это 500, 512. Попало на 256. Меньше ли оно 256? Да. Ну, допустим, я говорю нет. Ну, что вы делаете? Вы в первый раз сказали правду. Почему? Может быть оно было 700. Как оно может быть 700? Как оно может быть меньше 256? Так я сказал нет второй раз? Во второй раз? Да. Подождите, еще раз. Первый раз вы что спрашиваете? Я спрашиваю, меньше ли оно? 512. Я отвечаю нет. С честным видом. Но на самом деле вру. Да. Дальше вы спрашиваете, что? Меньше ли оно? 256. Теперь я честно отвечаю да. Потому что у меня было число 700. И что вы... А в это получается... Честно. Второй раз меньше 256. Я отвечаю нет. То есть, допустим, число у меня было 700. И как вы узнаете, что я собрал? А вы первый раз не собрали. Почему? Первый раз в масле уменьшили оно 512. Я сказал да. Второй раз я сказал нет. Никакого противоречия вы не видите. Если бы оно было 400, то эти два ответа были бы совершенно правильными. Правильно. Так. Нет. В общем, все не так просто. Ладно. Давайте должна быть какая-то загадка. После технических лекций должна быть что-то оставаться неизвестно. Давайте сейчас это обсуждать. 16 вроде есть. Оптимально это или нет, неизвестно. На самом деле я так что, наверное, думаю, что не оптимально. А как за 16? А, как за 16? Расскажите, как за 16. Спрашиваем. Пожалуйста. Если бы мы могли идти лично. То есть сначала мы задаем вопросы про все 10 элементов. 10 элементов. Да. По парам. По строчкам. Получая по 2 элемента. Получая 5 этапов, по 2 элемента. И спрашиваем, будет ли в каждой паре сумма этих двух элементов. Вот такое много странное действие. Давайте я попробую написать. Вот у нас имеется 10 чисел. Сначала мы спрашиваем про все 10. По одному. Честно про каждую. И дальше у нас проблема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сил. Восемь, девять, девять. Дальше у нас проблема, что мы не знаем, было здесь вранье. И если было, то где? Мы производим некоторую контрольную субпроверку. В чем она состоит? Еще раз скажите. Разобьем эту строчку по парам. Разобьем нашу строчку на 5 парам. И спросим, будет ли в каждой паре сумма числа равняется 1? Да. Спросим, будет ли в каждой паре. Раздаем еще 5 вопросов. Соответственно, у нас есть некоторый способ контроля, либо эти ответы, которые были в начале, они согласованы с этим вторым контрольным опросом, либо нет. Давайте сначала в случае, когда они согласованы. Пусть нам все повезло и все как бы выглядит честно. Тогда мы что делаем? Тогда мы уже верим этим ответам. Почему мы этим верим ответам? Обнаружено совпадение. Обнаружено совпадение. Обнаружено совпадение. Обнаружено совпадение. Поэтому, если бы мы соврали хотя бы в один из первых 10 вопросов, то во второй раз нам надо было бы соврать еще раз, чтобы покрыть эту ложь. Ее не забить. То есть это было бы уже 2 парам. То есть если 5 раз нам сказали правильно, согласованно с этими самыми, с исходными ответами, то мы довольны. У нас обошлось даже 15. Но в принципе это, конечно, то, что в некотором случае 15, это недостаточно во всем случае. Плохой случай, выяснилось, что нам один раз собрали. Выяснилось, что есть некоторое противоречие. Здесь есть какие-то два ответа, там, а и б. А ответ про то верное равновесие суммы единицы не так неправильно. Что мы тогда делаем? Да, во-первых, уже мы наше вранье используем. С враньем мы уже встретились. Поэтому можно быть уверенным в следующем ответе. То есть можно, например, узнать какой-то первый элемент пары. Но, допустим, у нас второй элемент пары. Нам говорили, сказали, что это один, а на вопрос равна ли сумма единиц, ответили, что ноль. И что же мы будем знать тогда из этого? Значит, мы срочно знаем, будет ли пара меньше на другую. Если он скажет да, значит, мы не будем равны. О, единице. То есть мы будем равняться ноль. Сейчас, подождите. Допустим, ответы были такие. Ноль, один, а сумма не равна единице. Вот такие противоречивые ответы. Что вы теперь спрашиваете? Будет ли первый элемент равняться нолю? Будет ли первый элемент равняться нолю? Да. Я подтверждаю, что элемент, допустим, будет равняться нулю. Значит, это равен единице. Неизвестно. Может быть, второй элемент единица, а вранье было здесь. Что-то вот я стал сомневаться в ваших алгоритмах. Но 17 мог? 17. Все равно 17 лучше, чем 21. То есть это все равно большое достижение. Но все-таки не совсем. Обещание. План немного недоволен. Вместо 16 получилось 17. Продолжение следует... Продолжение следует... Что это может провер